Их называют голубыми нотами, блюзовые текучие, под них хочется закрыть глаза. Вероятно, потому Виктор, создатель группы Петрович Бенд, надел очки. Его еще называют папашей вологодского блюза. Он помнит, как, а главное, где джаз в областной столице рождался и обретал силу. Я легко, абсолютно могу сказать, что это был дворец культуры железнодорожников. Это был ДКЖ, и там была 21-я комната, в которой был настоящий музыкальный клуб. Только там были концерты. И наших всех групп, и джаз, и джаз-рок, и рок-музыка проникала. И у нас там была комната, в которой мы очень много репетировали, общались. Накануне блюзмену говорить о музыке пришлось не только на музыкальном языке. В Красном углу уже во второй раз прошли беседы о джазе. Проект, который объединяет тех, кто эту музыку играет, тех, кто слушает и хочет понять. Любой музыкант, он тянется к джазу. Потому что, во-первых, это импровизационная музыка. То есть ты показываешь полностью владение инструментом. И, во-вторых, это музыка, которая тебя уносит по течению какому-то интересному. То есть ты можешь включить ее и, например, отдохнуть. На прошлой встрече говорили о так называемом легком джазе. Беседовали, слушали записи, живую музыку. Кроме того, связывались по скайпу с мастером этого стиля Сергеем Чепенко. Сейчас он живет в Лос-Анджелесе. Мой язык – язык музыки, поэтому я пытаюсь говорить языком музыки в том русле и в том, как вы ключе, эмоциональном, в котором я живу. Следующая встреча будет посвящена гитарному джазу. В разговоре, надеются организаторы, примет участие музыкант из Израиля. Это будет в начале ноября. И на этом беседы не закончатся. Ольга Амелина, Евгений Тюнев. Новости Вологды.